здравствуйте друзья у нас сегодня встреча на канале с интересным человеком который вот нам сейчас и скажет как его зовут вообще и чем он занимается добрый день меня зовут евгений такой программы которая предназначена для проверки фотографий которые вы подаете для участия в лотереи green card и сегодня я хотел бы немножко рассказать об этой программе и показать как ей пользоваться и объяснить вообще для чего это нужно я только хотел вот знаете что уточнить с точки зрения тех изменений которые иногда вносятся в требования к фотографии при подаче заявки на green card лотерею то есть ваша программа как-то вот ну скажем если вдруг мы увидим новые правила и там чего-нибудь будет чуть-чуть меняться вы тут же измените программу где-то будет обновленный вариант программы или эти правила не меняются практически или вот вот с точки зрения как бы актуальности ну с точки зрения актуальности конечно я отслеживаю изменениями происходящими правилах и если там что-то появится оперативно будут внесены изменения то есть даже вот просто до начала очередного тура до лотерея как бы та версия которая программа она будет она уже будет актуальна на тот момент будет соответствовать требованиям но если говорить из практики то требования меняются но скорее это не сами требования меняются меняются просто формулировки скажем так то есть пытаются наверное изменить эти формулировки для того чтобы пользователям был больше понятен смысл того что требуется а суть остается неизменной ну и некоторые крупные серьезные изменения когда-то там несколько лет назад там более-менее существенные ну в плане конечно все происходит в плане ужесточения требования и они становятся более строгими но сильных так сказать как еще раз скажу что сильных изменений не происходило вот поэтому я думаю что даже если у кого-то было бы ну скажем кто-то боится что у него какая-то будет не актуальная версия программы которые скажем скажем так проверит не все или не так как требуется то тут в общем-то опасаться нечего а вот еще вопрос я хотел задать у них там есть на сайте госдепа там прям есть какой-то валидатор вот свой самодельный ну тамошний который как бы если вы вписались то у вас должно быть все хорошо вот этот их валидатор он чем-то не хорош то есть что побудило вас сделать какой-то другой софт да тут ну ведь нужно понимать что тот валидатор который есть на госдеп на этом сайте госдепа он не предназначен для доскональной проверки фотографий а потому что вы понимаете что тот момент когда происходит лотерея подачу происходит подача заявление происходит ну просто сервера наверное не справляются я думаю такая нагрузка столько людей участвует столько одновременно вот тот момент когда вы нажимаете кнопку мыши чтобы послать фотографию и происходит проверка вашей фотографии вы должны понимать что одновременно с вами она делает это эту же операцию несколько тысяч людей в этом сервера периодически подвисают мы знаем особенно в первую неделю да да вот и практически невозможно сделать серьезную проверку фотография и проверка происходит примерно на уровне самых простых требований программа может проверить размер фотографии там какие-то там технические параметры быстро но на этом проверка и кончается то есть то что скажем ваша фотография была принята и ваши документы были приняты это еще не значит что там все отлично и все хорошо ну иногда шутят на форумах говорят что вы можете там просто даже фотографию своего кота или там просто черный квадрат послать если он соответствует каким-то параметрам то есть размер там световое пространство это будет принято и вы увидите что фотография принята потому что она прошла проверку но это не та проверка которая еще будет выполнять а вот вот все таки ваш тоже валидатор да можно сказать что у вас свой валидатор своя версия более утонченная такая ну да что включена вот какие фишечки там есть такие которых нет вот скажем там в казенном ну давайте просто я его наверно включу покажу его как он выглядит и что а как я не уверен что я смогу увидеть потому что не будет показывать сейчас я попробую если только вы так камеру на него наведете а потому что мы сейчас работаем с камерой да 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 но демонстрация экрана если будет включена может у вас запишут или нет я я я значит мы пишем сейчас то что показывает ваша камера если бы каким-то образом вместо камеры поставили бы там это тело но я я думаю что мы на ходу так не переключим если только вы не возьмете камеру и не и не нацелите и и на теперь я оказался на экране хорошо все зафиксировали зафиксировали давайте теперь камеру так очень много очень много всяких а тут у вас справа и там вопросов да может быть лучше будет потом скриншот ставить как-то ваше видео но мы так просто чисто внешне я просто хочу понять а где взять вашу программу вот если человек хочет ее взять да пожалуйста потренироваться вот прямо сейчас например хочет потренироваться где ее взять сайт называется астар . лт лт это что литва латвия астар лт окей там в принципе любой желающий легко найдет там можно скачать эту программу и краткое описание здесь ну здесь есть ну ее можно запустить прекрасно и на маке это не проблема потому что при помощи специальных программ она работает вот если здесь что-то будет непонятно здесь вот есть кнопка инструкция программе очень коротко так написано как ей пользоваться не должно возникать у кого вот ну как работа происходит мы нажимаем кнопку загрузить выбираем скажем фотографию человек человека да отмечаем почему у него черная полоска на глазах ну это просто так вышло ну как для того чтобы многие люди которые посылают свои фотографии просят их проверить выкладывать форумах просто опасаются того что их фотография будет использована где-то я понял или в целях каких-то неблаговидных или просто для того чтобы послать ну есть такое мнение что некоторые фирмы занимаются заполняют да вашего имени и посылают вот цель это может быть для того чтобы потом с вас попросить деньги если вы выиграете или в принципе как-то борьба такая конкурентная идет или грохнуть другого участника и вывести его из игры да да в этом плане поэтому присылают с закрытыми глазами такими вот ну давайте выберем его можем его выбрать мы здесь отмечаем просто три точки характер то есть верхнюю точку головы середина здесь их не видно но мы примерно отметим они должны быть это линия глаз и вот здесь внизу головы самая линия подбородка да вот и после этого нажимаем просто кнопочку вот здесь который проверить а то что немножко шеи мы не хотим чтобы было фото не соответствует требованиям да и здесь мы можем посмотреть те параметры которые прошли проверку они отмечены зелеными кружками такими точками а вот те параметры которые вызывают вопросы да вот то есть это какая-то проблема у нас они отмечены в красный кружок с крестиком ну здесь мы можем посмотреть в данном случае написано размер головы 70 процентов ну то есть это вышло за пределы тех требований которые изложены в требованиях то что мне кажется очень очень ну неплохо что показывает что фон редактировался то есть не всегда человек может сказать вот не профессионал редактировался не редактировался а ваша штучка говорит редактировался редактировался да вот в данном случае проверяет программа просто фон и многие спрашивают каким образом она это делает проверка ну идея здесь простая то есть естественный фон который на фотографии получается на выходе фотоаппарата он не может быть идеально одного цвета то есть существует какая-то структура во-первых сам фон обладает какой-то структурой ну естественно если это объект экран сзади вас плюс естественные так называемые шумы изображения которые появляются при обработке цифровой образце графе и они все это приводит к тому что не существует отдельных пикселей абсолютно хотя зрительно это кажется абсолютно ровно одинаково на самом деле присутствуют какие-то изменения как фальшивые алмазы то есть когда смотрят настоящий алмаз или нет настоящий должен иметь какие-то отклонения от идеального а синтетический может не не будет их иметь он такой будет совершенно идеальный да я вот хотел бы показать вам наверное скриншоты давайте сделаем я вам потом их пришлю отдельно вы просто вставите видео и покажете чтобы было вы знаете что нет мы все-таки пишем у нас такой рекординг мы же не видео будем делать мы у нас прямо готовый продукт я думаю что те люди которым действительно нужно они пойдут и посмотрят кроме того я думаю что на самом деле ну скажем если бы я был на вашем месте я бы просто записал такое видео со своего экрана и повесил бы или там скажем пожалуйста можете дать мне я у тебя повешу потому что ну как бы да вот хорошая дима хорошая демонстрация вот и чтобы там людям было я с удовольствием буду себя повесить это отдельный продукт такой такой вопрос как давно существует вот этот ваш софтверный продукт ну это уже два сезона прошло уже это будет следующий третьим уже это будет сезон ну первый сезон это было у нас дв 2018 она в общем-то это был как бы самый первый вариант он показал то что это в принципе как бы программа вообще интересна для людей и пользуется и в прошлом году я как бы уже подошел к этому вопросу уже немножко посерьезнее то есть перед добавил параметров которые проверяются в программе и хорошо вот помогал на форумах там участникам ну народу много то есть у вас есть какая-то статистика может быть то есть вы знаете что там скажем там сколько-то было даунлоудов там или что ну ну три тысячи где-то даунлоудов было вот и реально ну понимаете статистика здесь такая вещь я могу примерно ну вижу сколько ко мне обращается если например люди хотят ко мне происходит обращение но многие ведь скачивают и пользуются и самим самостоятельно конечно конечно вот и я заметил что появились и профессионалы то есть фотографы профессионалы которые очевидно наверное используют в своих студиях для проверки своих клиентов вот сколько они там проверили фотографии даже трудно сказать но у вас переписка большая то есть вот как-то так народ обращается что пишут да но в основном это происходит конечно в сезон это когда происходит сама лотерея в это время ну происходит много людей обращаются и спрашивают и непонятно но некоторым непонятно бывает простые вещи казалось бы но поэтому то что одному человеку кажется понятным другому может показаться и непонятно вот это скорее даже естественно чем наоборот то есть разное восприятие конечно да и ну и есть такие люди которые конечно просто просят помощи они ну по каким-то причинам или может испытывать сложности при вращении с компьютером что-то ну просто просят помочь вот ну поэтому помогаю по по мере возможности объясните мне пожалуйста такую штуку вы мне написали что вот я я где-то там использовал какую-то картинку что из вашего софтвора да или что-то я типа вы где-то это заметили на ютубе может быть у меня и а что я использовал скажите что что это там было ну вот это экран сам главный окно фотография вот фотографии вот эта панель где проверенные параметры но это была самая версия какая-то одна из первых программ потому что я видел там что там меньше проверяется параметров вот ну а я я говорил о вашей программе или я просто картинку как-то так где-то это просто наверное картинка была она в качестве ну как застатки понял 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 да я обычно гуглю там что-нибудь подходящее туда бах и видите как мы с вами благодаря этому встретились да интересно хорошо да ну что же это очень здорово когда есть инструменты и когда люди которые в состоянии ими воспользоваться имеют эти инструменты бывает человек скажем есть инструмент он пользоваться не может а бывает что воспользовался бы и нечем и когда начинается вот этот октябрь месяц и там все эти заявки я тоже в общем то так сотрясен бываю вопросами которые приходят и вроде бы уже казалось невозможно ничего спросить ну то есть уже так просто что уже ну вот никак но есть вопросы рядом с которым фотография это просто уже высшая математика есть вопросы типа но если я допустим у меня гражданство Армении а родился я в Грузии так я могу играть от Армении понимаете и вот этот вопрос ну или там неважно другой страны этот вопрос он как бы это 9 из 10 до фотографии уж там господи да ну люди многие не читают правила совершенно но трудно сказать вот это откровенное такое отношение на авось а вдруг пройдет оно существует и довольно часто есть люди которые очень щепетильно подходят к этому вопросу и досконально все изучают и есть полная противоположность и соответственно ну вы знаете только единственное что впечатление складывается что выигрывают как раз те которые полная противоположность то есть люди которые стараются все делают и они все мозги у них в этом деле так они еще и мало выигрывают а когда человек выигрывает смотришь на него а он просто случайно где-то он даже не сразу понял там два месяца прошло пока он узнал что выиграл случайно теща там проверяла я думаю вот они в основном выигрывают знаете как интересно ну здесь можно может быть это и так а можно может быть и не так ну если не сто процентов конечно не сто процентов не я имею ввиду больше что просто человек который ну старался и получил то что он хотел он об этом может говорить не будет обычно много об этом говорят вот я не вы там старались старались и не выиграли а я вот так вот я согласен это мы делаем выиграл и поэтому такой человек он об этом очень многое за кадром остается я знаете как это как узнаю я поскольку говорю ну пожалуйста если там нет адреса в сша можете дать адрес моей школы и потом это самое я сам не пересылаю но можно заказать доставку как бы с забором на месте то есть они могут неважно где они находятся придет почтальон заберет у меня им отвезет ну и и вдруг начинают люди обращаться так адрес можно адрес можно все в силе туда-сюда и вдруг я вижу оказывается дикое количество народу выиграло они совершенно не ходят и не рассказывают так вот публично там не 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 так тихонечко так этот адресочек можно да конечно ну людей понять можно потому что у них появляются новые проблемы новые заботы которые нужно решать и наверное им просто не не до того чтобы обсуждать с кем-то еще свой успех или ну давайте напоследок я вас спрошу что привело вас к этой тематике то есть чего вдруг вот вы стали этим заниматься то есть какую-то такую общественную работу выполнять ну знаете как сначала первый момент было это я сам когда-то играл тоже это лотерея было но не повезло вот скажем со временем уже как-то уже в возраст наверное или что ну в общем перестала играть участвовать вот но недавно так получилось что в принципе ко мне обратилась одна фирма которая ну фирма вы знаете которая оформляет эти заявки помогать множество существует с просьбой сделать вот такую программу вот и я ее сделал по просьбе такой фирмы вот этот там первый вариант был вот но потом мне эта идея как бы самому стала интересна то есть сама тема вот это решил ей заняться и с точки зрения технической мне было это интересно и с точки другой чтобы помочь людям как-то в этом вопросе вот ну и так вот как-то увлекся последний тогда еще после последнего да еще последний вопрос если кто-то захочет как-то вас сконтактировать то вот какой какой самый правильный способ то есть просто прийти на веб-сайт и там какой-нибудь есть адресок или что да на веб-сайте есть контакты и там им email мой можно написать письмо или skype я люблю пользоваться скайпом большей части это есть я тоже да вы тогда знаете что раз вы любите скайпом вы тогда мне в скайпе напишите веб-сайт ваш чтобы так я на слух не от не отыскивал вот а самое и я тогда прямо вот у нас там дам для наших зрителей чтобы они могли пойти и посмотреть и я кстати думаю что это была бы неплохая идея потому что осталось всего два месяца до подачи заявок ну там два месяца еще одна неделя и это наверно была бы неплохая идея без спешки вот сейчас пойти и сделать фотографии правда это безусловно потому что делать в последний момент это наверное неправильно 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 и спешишь и не получается там и еще что то а вот за два месяца пошли бы и сделали это очень кстати хорошая хорошая такая идея мне кажется продуктивно ну многие так и делают если вот честно говоря заметь просто и начинает интересоваться программы начинает это уже происходит в сентябре но они не до него не в сентябре а в августе уже в августе а в сентябре уже это принимает уже такой довольно поток серьезный людей которые интересуются но тем не менее все равно конечно самый ажиотаж это начинается уже во второй половине в прошлом году была такая вот эта проблема там что перезапустили это многим повезло потому что дало дополнительное время кто не успел сделать а многие вот сейчас присылают там говорят что-то я проверяю ничего не получается проверьте мой номер они говорят вот номер ночи там 7 октября заявка была а точнее они присылают свою это самую confirmation и там написано там спасибо большое 7 октября мы получили опа на они даже не знали что было обновление и надо было заново делать они они в полной уверенности что у них все нормально таких много довольно много так что как говорит доктор гаврилов так вот наш москоти толку естественный отбор никто не отменял вот так что так что да такая жестокая можно сказать вещь как естественный отбор ну что же спасибо большое я думаю только не забудьте мне сбросить так чтобы как бы информативно все получилось и спасибо вам что вы подключились и какой-то такой инструмент я просто вижу достаточно много людей у которых жизнь меняется так кардинально и в хорошую сторону что здорово и здорово что есть это лотерея здорово что вот можно вот так вот раз и там не все живут в странах евросоюза вот как некоторые вот как вы да вот и хорошо хорошо когда человек попадает как бы так на просторы где можно развернуться и человеком себя почувствовать в общем это неплохо все вот хорошо я вам скину тогда еще какие там скриншоты которые показывают в принципе но не только саму программу а вообще немножко по этой теме о том как происходит я к сожалению не смогу воспользоваться я не монтирую вот это видео я его просто снял и повесил то есть у нас монтажа нету в данном случае это когда я с камерой хожу потом из кусочков собираю там я могу вот а здесь я просто так загружают целиком и все а ну понятно хорошо ладно тогда помашем ручкой всем нашим зрителям скажем ребята успехов выигрывайте и в общем меняйте жизнь к лучшему да все спасибо за внимание спасибо вам спасибо спасибо спасибо